Доброго времени суток! Рады вас всех приветствовать на своем канале. Может быть кто-то из вас слышал такое выражение, наверное, не название, а выражение. Операция Валькирия. Давайте посмотрим, что это такое. Это когда будут приниматься очень серьезные решения в отношении боевых действий. Продуманные, просчитанные, причем просчитанные до полного. И это будет приниматься военными. Это на дне колоды карта лежит. А вот военными, которые участвуют непосредственно в этом во всем. То есть, ну, соответственно, возможно, России. Вот, будет приниматься решение. Окончательные. Что вообще это за операция? Попробуем посмотреть. Это операция, которая, интересно, да, изменит статус событий. Может быть, это перейдет в более жесткую фазу, а может быть, наоборот, это приведет к концу. Ну, это уже операция запланирована. Остается ее осуществить. Пока просто выжидается время. Интересно. Причем, если заглянуть на дно колоды, то мы видим карту смерти. Кому-то придется пройти очень серьезную трансформацию. Но так как, как я понимаю, операция разработана нашими военными, то разговор идет о противоположной стороне. Итак, что это принесет Украине эта операция? Удар. По справедливости причем удар. То есть это время правосудия. Когда, смотрите, одни мечи, тройка мечей и четверка мечей и восьмерка. В конечном итоге, когда придет понимание, что героина загнала себя в полную ситуацию, которая безвыходная для нее абсолютно. И это причем по справедливости. Когда будет время, когда закончится вот эта ситуация, происходящая для Украины. Остановка. Ну, то есть конец боевых действий. Я могу сказать так. Что это принесет самому Зеленскому? Интересно. Ух ты. Ну, для Зеленского это ситуация, когда придется много бороться, прикладывать очень много сил, усилий для того, чтобы остаться в живых. Это ему, в принципе, скорее всего, удастся по Девятке Пентаклей. Для него начнется новый путь. Путь Отшельника. Интересно. Путь, где он будет одинок и никому не нужный. А для остальных это будут хорошие новости. Ситуация стабилизируется. И вот этот период жизни Зеленского закончится. Вполне возможно, что он уедет за границу. А для России что это принесет операция? Ну, можно сказать, что удовлетворение. Всем смотрите, как интересно. И тройка кубков. Для военных это, в общем-то, принесет, скорее всего, окончание боевых действий, можно сказать, победу, когда все объединится, все ресурсы будут направлены в одну точку для максимального исполнения поставленных целей, желаний, как угодно называйте. То есть военные наши придут к поставленным целям. И все, опять же, будут получать приятные, то есть это будет известным, очень приятным для России. Ну, что еще тут посмотреть? Давайте попробуем посмотреть для Европы, чем это обернется. Ну, для Европы, опять же, какие-то, ну, такие, можно сказать, что новые какие-то идеи, новые какие-то отношения. Но Европа очень быстро будет двигаться к тому, что она останется в полном одиночестве, потеряет все свои контакты. Ну, останется на плаву, во всяком случае, еще на какое-то время. Для Америки это что принесет? Очень будет для Америки, ого, будет очень серьезная конфликтная ситуация внутри самой Америки. Приведет к тому, что будет большая потеря денег. Вполне возможно, что эта карта может говорить и о финансовом кризисе, когда река истончается, то есть если был поток, водопад, то все здесь подходит к концу. И придется решать вопросы, как выходить вот из этой ситуации. Придется принимать много усилий, но все планы Америки будут рушиться. Вот такая операция Валькирия. Поживем, увидим. Американцы, военные, американские ставят срок октябрь месяц, когда все закончится. Когда все закончится. Вот такой расклад на Валькирию. А там думайте, как хотите. А всем вам желаю успехов, мирного неба над головой, чтобы максимально быстро это закончилось. Но остается месяца полтора. Посмотрим. Предсказаний много по срокам передвижения бывает, но все уже висит на волоске. Это очень серьезно чувствуется. Желаю всем и с одной стороны, и с другой стороны вернуться домой живыми и здоровыми. Чтобы это для них и для всех остальных наконец все остановилось. Берегите себя, берегите своих близких. До новых встреч. До новых встреч.